Здравствуй, мой дорогой друг! Сегодня я с тобой Нелли, основатель и президент христианских бизнесменов Школы Luxury of Christ. Эту Школу создал со мной Господь. Он очень заинтересован в том, что БД рос, развивался и, конечно, был счастливым, богатым и успешным ребятом. Я буду тебе говорить, а не о мне вообще судить, потому что я пришла в этот мир, чтобы благословлять и дарить любовь. Всё, я пришла в этот мир принести свет. Мы свет этому миру, сказал Иисус Христос. Я хочу пригласить тебя в свою школу Luxury of Christ, которая проходит в воскресенье. В этом прекрасном месте ты можешь приехать со своей семьёй, ты можешь приехать один, ты можешь отдохнуть здесь и можешь также напитаться Господом. Мой друг, приезжай, позвони, пиши. У меня есть каналы в соцсетях, Телеграм, Инстаграм, Ютуб, Фейсбук. Если твоё желание из сердца служить Господу и подниматься с Господом, то ты найдёшь нас. И я буду очень рада встрече с тобой. Всего доброго, мой дорогой друг. Во имя Иисуса. Аминь. Будь благословен. Слава Господу. Отец, мы молим тебя сейчас вести нас. Захвати меня за Бог, Господь. Замени меня за Бог, Господь. Веди меня сейчас в том, что ты хочешь говорить своим детям. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Понимаете, это духовная школа. Всё, что я сейчас буду говорить, я буду говорить из Библии. Это не просто какая-то там школа, учитель. Бог показал мне, что приходят такие тяжёлые времена сейчас, где просто позитивное мышление, оно не хватит больше. Если раньше нам говорили тренера... Вы слышите меня хорошо? Если вот тренера нам раньше говорили... Да, всё прекрасно. Да, слава Богу. Приходите к нам, мы вас научим позитивного мышления. Будешь позитивно думать, у тебя будет всё позитивно. Но это на 2% больше работает, а больше не работает. Но сейчас Господь сказал мне чётко, «Нерри, скажи моим детям, приходит такое время, где позитивное мышление больше не хватит. Если они не познакомятся со мной, если они не войдут в мою славу, если они не поймут, что есть живой Бог, просто это позитивное мышление их кормить не будет». Потому что если на полках завтра продукты исчезнут, если завтра свет выключат, вам позитивное мышление не поможет, друзья. Если завтра воду выключат, приходит такое время, где позитивное мышление не поможет. Но если ты знаешь Бога, если у тебя есть человек-наставник, который тебя ведёт, он может сказать, где тебе находиться, где тебе получить что. Потому что я соединена с небом, я помазана на это, чтобы вести и наставлять людей. И поэтому он сказал, позитивное мышление больше вам не поможет. Обыкновенные тренера, как мы это знаем, я сама тренировала 30 лет людей. Я знаю, что такое позитивное мышление. Оно уже не поможет. Потому что когда ты позитивно мыслишь, ты ещё можешь смотреть на что-то хорошее. Но когда здесь всё рушится в физическом мире, ты уже в духовном мире просто загинаешься. Ты просто загинаешься, ты не можешь на самом деле верить в хорошее, когда тебе показывают всё плохое. И мы целыми днями этим кормимся. Мы целыми днями кормимся информациями разными. Читаем, смотрим телевизор, информируемся вот этими всеми новостями. Что происходит? Ты становишься духовно слабым человеком. Ты становишься в духе трёхлетнего ребенка. И когда нужна будет сила, ты просто не сможешь. Ты просто не выдержишь все эти моменты. И поэтому Господь посылает сейчас своих людей, своих наставников, которые реально помазывают человека, передают какие-то дары, чтобы человек начал понимать, что он в духовном мире сам. Что он в духовном мире может царствовать, приказывать, говорить, высвобождать какие-то слова. Нам дана эта власть. Нам дана власть что-то убирать с нашей жизни. Нам дана власть прощать. Нам дана власть жить так, как мы хотим, святости, в чистоте. Нам дана эта власть. Но мы эту власть не знаем. И поэтому мы её не используем. И когда Господь заговорил ко мне в 2015 году и сказал, «Нелли, ты нужна мне для имиджа. Ты нужна мне для того, чтобы детям говорить о моём слове. Что именно они могут влиять, владычествовать, царствовать, приказывать. И вещи будут повиноваться им. Ангелы будут повиноваться им. Слышите голос Бога внутри вас. Если мы… Вы, наверное, часто слышали такое выражение «Мы творцы, мы творцы». Слышали такое выражение? Часто? Нет? Часто говорится в любом тренинге, в любом этом, что «А, мы творцы, мы можем сотворить, мы можем творить, мы как боги». Да? Слышали такое выражение? Да? Да, мы как боги, да? Но на самом деле, друзья, оно так и есть. Мы маленькие боги. Иисус – большой Бог. Господь – Он большой. Но мы – маленькие боги. И Он дал нам власть. В бытие… Вначале говорится о том, что Бог сотворил землю, насадил растения, воду, животных посадил. И в конце Он сделал Адама. Это не сказка. Это реальность. Было так. Вот. Почему Он сделал Адама? Это самое большое творение. Человек для Господа – это самое большое творение. И Он хочет через этого человека влиять, владычествовать. И это мы делаем всё с помощью слова. Но если наши слова – маты, разборки, я не знаю, какие-то грубости, глупости, то демон действует через всё это. Бог не может действовать через такие вещи. Понимаете вы? Да? Бог действует только через святость. Бог действует только через человека, который реально осознал, что каждое его слово в духовном мире производит что-то. Понимаете? Если я понимаю, что я в духовном мире что-то произвожу, то я никогда не высвобожу какое-то слово, допустим, «нет денег», «мало денег», «мало времени», «я нищий». Если я знаю, что моё слово играет большую роль в духовном мире, потому что всё начинается из духовного. Когда человек понимает, что всё начинается из духовного, с чего? С мыслей и слова. Архитектор, когда он начинает строить дом, он как строит дом? Он сначала мыслит, правда? Он сначала его производит в голове, производит на рисунке. Правильно, да? Это духовное. Это духовное. Но когда он понял уже, как оно должно работать, он уже заявляет, что это мой дом, это будет моим домом, это будет вот так построено, я буду делать вот так, и оно у меня получится. Или человек заявляет, нет, это не для меня, у меня не получится, я не смогу, я нищий. Всё, что ты заявишь в духовный мир, то и будет в твоей жизни происходить. Подумай, что ты сегодня или вчера заявлял в духовный мир. Денег нет, вода заканчивается, свет скоро выключит. Что мы говорим ценными днями? Мы говорим на такую чушь иногда, что духовный мир, даже если Иисус захочет нам помочь, он не может нам помочь. Потому что мы Бауштайна, вот эти кирпичи, даем дьяволу. И говорим, на, строй. Но он сейчас высвобождает людей, которые показывают его слово, и он говорит, нищий скажет, я богат. Больной скажет, я здоров. И мы начинаем высвобождать, я больной, у меня здесь болит, там болит, меня никто не любит, меня все ненавидят, я никого не ненавижу, я не буду никому прощать. И пошло-поехало. И это то, что мы в духовном мире начинаем высвобождать. И Бог говорит, даже если я хочу тебя сделать успешным, богатым, счастливым человеком, я не могу. Ты настолько уверовал в то, что ты нищий, бедный, слабый, больной, недоделанный какой-то там, недолюбленный и так далее. Я чувствую, как Бог работает с вами. Я прям вижу реально, как будто в голове что-то там происходит. Вы чувствуете это? Слава Иисусу. Слава Иисусу. Господь, я благодарю тебя. Господь, работай над нашими головами. Все вот эти твердыни, пусть они разрушатся. Уста очистятся во имя Иисуса Христа. Потому что наши уста, они говорят только то, что у тебя в сердце. От избытка сердца говорят уста. Говорит Библия. А если Библия говорит от избытка сердца, это значит в твоём сердце. Если ты что-то высвобождаешь, это уже в твоём сердце. Если твоё сердце очищено, твоя душа поёт, ты всегда будешь говорить, у меня всё прекрасно, у меня всё хорошо. Вот от избытка твоей души начинает говорить уста. От избытка сердца. Понимаете ли? Вы понимаете? Но если избыток сердца наполнен ненавистью, злостью, болями, разочарованиями, ещё от отца, ещё от матери, ещё вот корни там лежат, где тебя ненавидели, долубили, не любили, отодвигали, убирали. Вот это вот всё, душевные вот эти все раны, Господь хочет исцелить, исцелить, потому что Он Бог-целитель. Он пошёл на крест для того, чтобы в первую очередь наша душа пела. Вы понимаете? Это наше верование. Вы улыбаетесь? Нет, наше верование. Понимаете? Мамочки. Да. Нет, да я с ним. Правильно думает. Потому что Бог сейчас будет картинки вам давать. Он будет вам напоминать и отца, и мать, и сестёр, и братьев, и напоминать, что они говорили, как они с вами обращались. Он будет сейчас всё напоминать. Почему? Потому что Ему хочется убрать с вас эти картинки. Вы поймите, вы чистое творение, вы Божие творение, но этот мир поставил на вас печати. Ты нищий, ты злой, ты недоделанный какой-нибудь, ты недолюбленный какой-нибудь. Это как печати, которые на нас стоят. И когда Господь приводит в духовную школу, Он сам лично заинтересован вот эти печати с вас снять. Когда вот эти все печати с вас снимутся, вы золотой сосуд. Вы благословенные дети. Родные мои, дорогие мои, сегодня я в самом любимом месте, в самом любимом котеле, где я провожу много времени. А также прихожу в воскресенье для вас. Мои ученики, мои любимые партнёры. Я так счастлива, что вы у меня есть. Я хочу сегодня поблагодарить особенно партнёров служения Лякшери оф Крайс. Вы просто молодцы. Вы осознали, вы поняли, вам открылось. Что такое откровение? Это когда что-то открывается. Вот вам открылось, к вам пришло Рэма, слово Рэма. Когда Господь открывает, как важно быть партнёром Бога. Тем более в эти тяжёлые времена сейчас, которые наступают и наступили уже. Друзья, когда мы партнёры Бога, мы под защитой. Когда мы знаем, что мы служим Богу, мы под защитой. Наша семья под защитой. Вы мудрые дети Бога. Слава Иисусу за нас. И слава Иисусу за каждого партнёра. Спасибо, что вы у нас есть. Я благословляю вас. Я просто молю Бога, чтобы ваша жизнь взорвалась Его любовью, Его мудростью, Его богатством, Его славой. И чтобы много-много интересных вещей происходило в вашей жизни. Чтобы ваша жизнь была не скучной, а сказочной, шикарной. Просто жизнь шедевр, потому что ты шедевр Бога. Слава Иисусу. Во имя Иисуса. Аминь. Люблю вас очень. Пока. Аминь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...